Если вам кажется, что Hyundai никогда не добивались успехов в автоспорте, очевидно, вы слишком молоды, чтобы помнить 90-е годы. Первым выступлением корейской марки в чемпионате мира по ралли стал сезон 98-го года, когда заводская команда дебютировала на болиде Accent WRC. В последующие годы за команду выступали самые именитые гонщики планеты, а лучшим результатом корейцев стало 5-е место на этапе Новой Зеландии в 2002 году. К сожалению, с тех пор корейской команде так и не удалось взобраться на пьедестал WRC. Однако после 10-летней паузы Hyundai объявили об амбициозном решении вернуться в мир ралли. Своё заявление южнокорейцы подкрепили созданием многообещающего гоночного болида на базе среднеразмерного хэтчбека i-20. Несмотря на азиатские корни, раллийная пуля была разработана немецким подразделением Hyundai Motorsport со штаб-квартирой во Франкфурте. Гоночное подразделение Hyundai уже провели тесты своей хэтчбек-ракеты на трассах Франции и Финляндии. Также корейцы успели проверить на прочность i-20 WRC в условиях недостатка кислорода в горах юга Испании. Кроме того, недавно стало известно имя главного пилота заводской команды Hyundai. За руль боевого i-20 сядет бельгийский гонщик Тьери Нивиль. И, судя по данным инсайдеров, многолетний контракт сулит пилоту прочное место в корейской команде. Ранее 25-летний гонщик выступал за команду Citroën. Однако после сезона 2012 Нивиль решил сменить французскую ёлку на корейскую гидру. Несмотря на молодость пилота, для которого грядущий чемпионат станет всего третьим в карьере, Hyundai возлагает большие надежды на перспективного бельгийца. Как ожидается, первым выступлением Hyundai на новом автомобиле станет этап Монте-Карло 2014 года, который пройдет уже в январе. Вместе с многомиллионной аудиторией мы с нетерпением ждем возвращения Hyundai в мир автоспорта и обещаем держать вас в курсе всех событий с местралийных баталий. КОНЕЦ